Его надо заполнить. Случалось ли с вами такое, что один маленький пустяк запустил целую цепочку невероятных событий, как кусочек домино, обрушивающий все большие фигуры? Таким маленьким случаем в нашей истории выступает вот этот жучок. Это жук-караед. И он одобряет глобальное потепление, и более того, является активным участником изменения окружающей среды. Он уменьшает количество деревьев. Как связано глобальное потепление и вот этот суперзлодей размером с рисинку, спросите вы? Прямым образом. Жуки-караеды по своей природе охотятся на деревья и, настигнув свою жертву, пробуривают внутри ствола сложную цепь тоннелей, называется галереей. И если вы думаете, что неподвижное дерево – это легкая добыча, то вы ошибаетесь. В момент атаки у деревьев есть защитная способность. Древесный сок, который обволакивает нападающих и кристаллизует навечно. Кэп, ёп твою мать, в чём новость-то? Эти жуки всегда были. Какие-то умирали, застряв в соку, какие-то проникали в деревья, а кого-то кушали дятлы. Пищевая цепочка, you know. Да, и окружающая среда находилась в балансе, но средний нагрев земли вносит коррективы в этот баланс. Тепло – это хорошо для дерева, но когда температура превышает определённые рамки, количество древесного сока уменьшается. А это, в свою очередь, наклоняет равновесие в сторону жуков. Их постоянное присутствие, то есть эндемичное, превращается в эпидемию. Караиды представляют собой одних из самых опасных насекомых, уничтожающих деревья по всему миру. Речь идёт о сотнях тысяч квадратных километров и миллионах деревьев. Для сравнения, если раньше в Европе они уничтожали 10 миллионов кубических леса, то ближе к нашему времени они жрут всё больше и больше, доходя до 175 миллионов. Если прикинуть на глазок, то это один с небольшим миллионов гектаров, или два с половиной миллиона акров. А это можно сравнить с калифорнийскими пожарами, или нашими, сверхмасштабными пожарами в Якутии. Два с половиной миллиона акров из сушёных, мёртвых деревьев, которые медленно разлагаются и являются идеальным топливом для будущих пожаров. И, как вы понимаете, это проблема общая. Ведь там, где становится теплее, там защиты у деревьев меньше. А, я понял. Ты клонишь к тому, что из-за повышения температуры, караеды не только сожрали в Европе десятую часть сгоревшего леса в Якутии, но освобождают ещё потенциал для пожаров, а значит, деревьев, главных производителей кислорода, станет меньше. То есть, у нас скончается кислород. Знаете, в чём кайф делать выпуски на канале? Ты сам постоянно узнаёшь новое. Вот и я думал, что растения только и делают, что производят кислород. Но это миф, в который мы с вами верим. На самом деле, они выделяют углекислый газ. Мы не замечаем, как маленькие действия могут привести к серьёзному результату. То же самое и с нашими накоплениями. Мы просто не знаем, с чего начать. Но есть дебетовая карта, которая работает на ваш кошелёк. Я лично пользуюсь Тинькофф Глэк уже много лет и всем своим знакомым давно рекомендовал. Поэтому, когда они пришли ко мне с рекламой, я долго не думал. Что важно лично мне? Мне каждый месяц приходят проценты и кэшбэк. Ну, вот для примера есть обычный счёт. На него капает до 7% годовых. Когда деньги просто лежат на карте. В приложении можно создать дополнительные счета, чтобы не путаться. Ну, например, для накоплений. Или вообще открыть вклад, как в банке, при этом не поднимая жопу с дивана. И везде будут проценты эти приходить. Переводить можно на карты других банков без комиссий. Так ещё с каждой покупки вы получаете как минимум 1% кэшбэка рублями. Это минимум. Но ещё до 15% кэшбэка из трёх любимых категорий. Да внутри даже билеты в кино, концерты и театры можно купить. А там вас ждут до 20% кэшбэка. Но и это ещё не всё. Мы с Тинькофф Банком предлагаем вам не скучную чёрную карту, а офигенную дизайнерскую, которая помимо прикольного дизайна, даёт ещё 20% кэшбэк на видеоигры, 15% на Яндекс.Еду и Деливери Клаб, 10% на приложения Web Store и Google Play. Чего же вы ещё раз думаете? Лимитированная карта Тинькофф Блэк в космическом дизайне ждёт вас по ссылке в описании. Спорим, что у вас в голове есть устойчивое словосочетание, что леса Амазонии — это лёгкие планеты. Но это популярный месседж, который транслировался во время пожаров в том регионе. И даже сейчас, когда гуглишь «Амазония — лёгкие планеты», то в топовой выдаче утверждается, мол, эти леса вырабатывают половину кислорода во всём мире. Но что ещё страшнее? Эта информация транслируется в наших подготовительных учебниках по географии. Как минимум с 13 по 18 этот миф перепечатывали. Блин, а это ведь не блогеры, а подготовители к государственным экзаменам. Хотя, знаете, такую бодягу даже президент Франции транслировал про лёгкие планеты и бла-бла. Настолько мы все плохо понимаем мир, в котором живём. Короче, все знают, что деревья потребляют СО2, а выделяют кислород. Это правда. Но это только одна сторона медали. Деревья занимаются этим, как его, фотосинтезом, но только на свету. А одновременно с этим зелёные гиганты жрут кислород и выделяют СО2. Это называется клеточным дыханием. Или, если выпендриваясь, респирация. Выглядит это так. Абсолютно в любое время суток растения, как и клетки любого организма, включая наш с вами, дышат в привычном нам смысле. Днём чуть больше, ночью чуть меньше, потому что энергии ночью требуется меньше. А вот известный вам фотосинтез, в ходе которого вырабатывается кислород, запускается лишь с восходом солнца. СО2 осуществляет рывок выработки и с заходом солнца прекращается. Собственно, даже график фотосинтеза напоминает восход и заход солнца. То есть, они по-настоящему сильные и независимые организмы, которые и вырабатывают, и потребляют наш с вами кислород. То есть, они как бы нам поднасрали, но потом убрали за собой и ещё полы вымыли. Но вот вопрос. А насколько хорошо они вымыли? Ну, то есть, сколько они жрут кислорода, а сколько вырабатывают? Давайте развеем миф про амазонские леса, которые типа лёгкие планеты. В исследовании 2010 года было озвучено, что вообще все тропические леса ответственны за 34% фотосинтеза на суше. А это значит, что на леса амазонке приходится 16%. Но у нас же не только суши есть. Если добавить настоящих героев-тружеников кислорода фитопаланктон в океане, то доля размывается до 6-9%. Но вы же помните, что выработка кислорода – это лишь половина картины. Они же этот кислород потребляют. А потребляют где-то около половины, что выработали. А вот остальную половину забирают обитатели экосистемы. Ну, там, вплоть до микроорганизмов. Чистое производство кислорода в Амазонке или, в принципе, любого биома – около нуля. Конечный вклад экосистемы Амазонки в мировой уровень кислорода равен нулю. И чё ты хочешь сказать? Деревья не так уж и важны? Совсем нет. Ведь помимо того, что деревья являются домом для сотен организмов, у них очень классная обилка для нас. Они изымают углекислый газ из атмосферы и складируют его внутри себя. То есть деревья – это не столько легкие планеты, сколько контейнеры СО2. Ну, точнее, углерода, который хранится в виде биомассы. И вот своим хранением они, получается, охлаждают нашу Землю. Ровно до того момента, пока их не начинают рубить или не начинается, знаю, вы соскучились, пожар. Именно поэтому получилось, что так называемые легкие планеты превратились в источник углекислого газа. Вот прямо недавно вышло подробное исследование, в котором выяснили, что за 20 лет бразильская амазонка выделила на 3,5 миллиарда тонн СО2 больше, чем поглотила. Это какие-то легкие курильщика, получается. Только не говорите авторам учебников по географии. Ну, на самом деле, мы тут немного стебемся, потому что речь только об одном регионе, а есть еще два других. И вот как раз за счет других регионов происходит компенсация, и Амазония, в целом, все-таки больше поглощает, чем выделяет. В абсолютных числах звучит мощно. 1 миллиард 700 миллион тонн. Но вот в относительных это совсем немного. Мне кажется, процентов 5-6. Но, тем не менее, в плюсе. Поэтому будьте осторожны, когда СМИ перепечатывают такие исследования и обобщают очень грубо, искажая финальный факт. Но здесь надо уделить внимание, что произошло с бразильским регионом. Почему легкие стали легкими курильщика? Исследователи дают понятный ответ. Обезлесенье. Ну, или, проще говоря, вырубка лесов. Вот, посмотрите. Вот так выглядят охраняемые территории и территории коренных народов. Там, по понятным причинам, вырубка не такая активная. Красных зон на карте очень мало. А вот это, та самая бразильская Амазония. При увеличении выглядит так и так. Как будто землю поразила жесткая экзема. И в результате, если смотреть, как распределяется СО2 среди типов территории, то выглядит это так. Можете нажать на паузу, чтобы рассмотреть. А все потому, что когда леса горят или их вырубают, углерод высовобождается в окружающую среду и ждет, когда же сможет стать углекислым газом. Деревья – это контейнеры углерода. И излишняя вырубка лесов нанесет сильный урон по экосистеме Земли в виде выброса СО2. Для примера, в этих легких, а правильнее сказать, контейнерах планеты находятся от 150 до 200 миллиардов тонн углерода. Для сравнения, весь мир сейчас вырабатывает где-то 35 миллиардов тонн. То есть только Амазонка хранит пятилетний уровень потенциальных выбросов всего человечества. Если бы лес сгорел или вымер и был заменен пастбищами, то в атмосферу попало бы огромное количество СО2. Это увеличило бы концентрацию углекислого газа в атмосфере где-то на 100 частиц на миллион. А я лишь напомню, что последние 800 тысяч лет мы болтались на уровне от 180 до 280 частиц на миллион. Но человек смог сделать стонкс и сейчас у нас 417 частиц. А если вырубить всю Амазонию, то дошли бы до 517 частиц. А это откинуло бы нас где-то на 30 миллионов лет назад. Вот и получается порочный круг. Деревья изымают СО2. Затем их вырубают или они горят, выбрасывая больше СО2 в атмосферу. Тем самым повышается температура. Тем самым уменьшается древесный сок, защита от короедов. Тем самым увеличивается шанс, что деревья будут опять гореть. Снова выбрасывая СО2. Мы нашли еще одну великолепную инфографику. Грубо, нашу жизнь на Земле можно разделить на сушу и океан. Вот вся суша поглощает и вырабатывает примерно одинаковое количество СО2. Эта система находится в балансе. Но приходит человек с заводами и полями и вносит свои коррективы. Природные явления особой роли не играют. Океан также сбалансирован, как суша. Но тут важный момент. Из-за влияния человека растения контейнируют в себе 10 миллиардов тонн углерода в год и примерно столько же океан. Так как полностью сгладить эффект человека они не могут, то вот и получается, что растем примерно на 15 частиц в год. Данные не самые новые. Это из четвертого отчета МГИК. Их еще потом обновят и пересмотрят. Но смысл отражают верно. Кстати, обратите внимание, сколько выделяют СО2 растения при дыхании и сколько человек. То есть мы, в принципе, песчинка. Но вот если эта песчинка не научатся убирать за собой, то уберут уже эту песчинку. И какие-то движения и шевеления на самом деле есть. Так, во время КОП-26, последнего из климатических собраний лидеров почти всех стран в мире, Бразилия, как и все остальные, подписала соглашение о снижении вырубки лесов. Почему я так отмечаю этот факт, и будто это экстра удивительно? Да потому что основная вырубка лесов происходит как раз в тропических регионах, таких как Бразилия и Индонезия. Если бы данная вырубка была страной, то она была бы третьей самой крупной выделения углерода в мире после США и Китая. Ведь после того, как дерево срублено, оно больше не забирает углекислый газ, а скорее наоборот отдает углерод природе. Более трети всех углеродных выделений с 1850-го были от вырубки лесов, а на данный момент вся растительность забирает около четверти того углекислого газа, который производит человек. И как оказалось, основная польза растений для нас не выработки кислорода, до нас доходит не так много. Основная польза в хранении углерода. И если сильно нарушить баланс вещей в природе, то милые древесные контейнеры превращаются в бомбы замедленного действия. На этой позитивной ноте мы хотим позитивно поблагодарить всех поддержаторов на Ютубе и Патреоне. Всех гэпников, героев, консулов, верховных магистров и иллюминатов нашего ордена, Верштейна, Влада и Константина. Пишите в комментах, насколько этот выпуск изменил ваше восприятие мира. Увидимся на следующей встрече.